Чему Вы посвятили Ваш сегодняшний доклад на Конгрессе национальных меньшинств? Такой более конфликтный. Мы вошли опять, мне кажется, в эпоху холодной войны, и поэтому больше людей стало, которые запуганы, находятся в состоянии страха, и их ничего и запугивает этой войной, растут военные угрозы и так далее. И все это не может несказаться на социальном и национальном напряжении. Проблемы беженцев, проблемы террористов, которые непосредственно сказываются, мы думали раньше только Европу или Ближний Восток, но оказывается, что отражается теперь и в Эстонии. Такая проблема, как беженцы, раньше была не свойственна Эстонии, и, собственно говоря, она всегда проходила мимо нас, она затрагивала более крупные европейские страны, более богатые. Теперь и мы столкнулись с такой проблемой. Как Вы думаете, на самом деле, реально Эстония готова к этому? Ну, тут много есть вопросов. С точки зрения того, что люди приезжают сюда и хотят отсюда эмигрировать дальше, не хотят здесь оставаться, это говорит о том, что здесь не очень комфортные условия. С одной стороны. С другой стороны, само население, особенно национальные меньшинства, поскольку у них уровень жизни, условия жизни, доходы значительно хуже даже в два или в божий раз, чем у эстонской части, они больше озабочены тем, что еще больше это ухудшится их положение. Ну, представьте себе пенсионеры, которые львиная доля этой пенсии уходит на оплату коммунальных расходов, и когда они читают, что беженцам дают больше и так далее, вызывает какое-то протестное настроение. Это не повышает уровень толерантности, а наоборот, уменьшает еще больше. Мы менее толерантными становимся не только по отношению к беженцам, но это и кашетом оборачивается и нас. Потом у нас есть масса проблем с демократией. Вы знаете, вот выборы, последние выборы президента показали, что можно игнорировать полностью мнение народа. Народ даже не знал, кого выбирать. То есть существует разрыв между властью, правительством и народом. И тут уже общие, не только национальные меньшинства, но и эстонцев. Вы знаете, у Энгельса есть такая прекрасная фраза, не может быть свободен народ, умытающий другие народы, потому что все силы, которые он должен направить на то, чтобы удержать страхи и вдали от власти других, он вынужден будет из расхода и на себя. Вот так и произошло. Теперь уже и эстонцев не считают субъектами политики. Какой-то клан образовался, замкнутый, сам по себе, который могут катапультироваться только вместе с креслом. Их не интересует ни мне эстонцев, ни мне не не эстонцев, но, тем не менее, запугивают одними приемами одну часть населения, другими приемами другими часть населения. Это «разделяй власть» называется, известный римский тезис. Вот я об этом говорил, и что надо нам объединяться, нужен диалог с эстонской частью, нужно взаимопонимание, чтобы преодолеть наши общие экономические и социальные проблемы и не дать себя дурачить дальше, а вместе дружно решать наши общие проблемы. К вам сегодня пришли совершенно разные люди, разного плана этой политики, этой общественные деятели. Это просто гражданские активисты. Но, к сожалению, мы из прессы знаем о том, что вы приглашали новоизбранного президента Эстонии, и она, к сожалению, не сочла возможным присутствовать. Как вы считаете, это уже наследие других политических элит, которые были до нее, которые дали такой совет, возможно, ей как новому политику? Все-таки она здесь человек новый, учитывая, что она большую часть жизни своей политической провела за рубежом. Ну, мне трудно сказать, дело в том, что я мог бы отталкиваться только от официального, да, официальное было то, что у него график перегружен, хотя приглашение у меня прозвучало буквально спустя 15 минут после инаугурации. И письменное, и устное, и по телевидению было мне дально. Ну, мы примем это просто к сведению. Но дело же не в этом. Дело в том, что за все эти годы, а уже Палата в следующем году будет отмечать 10 лет, провели вот уже третий конгресс, мы не получаем никакой ни моральной, ни материальной поддержки ни из одной государственной структуры. Более того, они постоянно, ну, пренебрегают или блокируют наши контакты, они идут на диалог с нами, как заявил Грязин, а что вести диалог, и мы не видим партнеров. То есть они не видят нас, партнеров. Ну, а мы представляем все-таки национальное меньшинство. И вот с этой точки зрения не только президент Керсти Кажер, но и все другие структуры власти. Вдруг в одночасье у всех эпидемия какая-то пошла. Одни говорят, что заболели, другие, что очень заняты, не могут. Но фактически, кроме города Таллина, здесь не было представлено ни одна государственная структура. А мы приглашались.